Утро не покажется добрым, если на дороге останавливает сотрудник ГИБДД, а потом еще и предлагает пройти в соседнее авто к судебным приставам. Уже не первый раз эти два управления работают на дорогах города и области в тандеме. Дорожная полиция отрабатывает своих нарушителей. Превышение скорости, тонировка, грязные номера или непристегнутый ремень. У приставов другой интерес – проверить автовладельца на наличие долгов. В ноутбуке – база с неплатильщиками. Южский район, село Талицы. Последний штраф могу показать, законопослушный. Бывший сотрудник уголовно-исполнительной системы. Пенсионер, пожалуйста, вожу специально, потому что компьютеры кругом заплатил. Посмотрите, последний штраф. Мы сейчас поищем себя по базе, знакомые документы. Водителей останавливали в местечке Богданиха. Большинства в базе судебных приставов не было. Всего несколько человек за три часа. У этого парня долг, о котором он и не знал. Дело в том, что свою налоговую задолженность он оплатил. А вот 200 рублей госпошлины забыл. Теперь к этой сумме добавился исполнительный сбор. Итого 700 рублей. Сегодня на данной точке у нас попались в основном законопослушные граждане. А последний рейд дал неплохой результативность. Сейчас я до конца не могу сказать, сколько было окончено именно исполнительных производств. Но тогда и аресты на автомобили были наложены. И сразу же на месте были проплаты. Тем не менее, один акт о писье ареста имущества был составлен. Согласно базе, этот молодой человек долгов перед государством не имеет. А вот владелец автомобиля, на котором парень ехал через Богданихов по счетам, платить не любит. На данный момент у нас машина остановилась, где владельцем является должница по коммунальным платежам. Общая задолженность составляет 17 700. Производится описи ареста имущества. Связаться с владельцем автомобиля молодой человек так и не смог. Однако ей на контакт выйти все равно придется. Арест с автомобиля будет снят лишь в том случае, если должница придет в самое ближайшее время в службу и заплатит долги.